Приветствую подписчикам и гостям! Я Джетли и я хотела бы у вас спросить. Вы когда-нибудь задумывались, почему у одних пупок вертикальный, у других горизонтальный? И почему у людей, у которых горизонтальный пупок, чаще всего есть чуть больше отложения жировые на животе, чем у тех, у кого вертикальный пупок? Эту теорию мы с вами сейчас будем разбирать, я к ней пришла сама, методом наблюдений, путем разработки теорий. Надеюсь, у меня не кончится маркер, иначе вам придется объяснять все на пальцах. Как представим, у нас есть живот. Пускай это будет горизонтальный пупок, а тут вертикальный пупок. Не очень похоже на пупки. Здесь мы видим горизонтальный пупок и гораздо большее отложение жира. У меня тоже горизонтальный пупок. У меня тоже вот. Гораздо большее отложение жира, чем у человека с вертикальным пупком. Все это из-за чего идет? Из-за чего все это идет? Это идет из-за того, что кожа натягивается в разных направлениях. В этом направлении она тянется вот так вот. Она тянется к пупку. Тянется вот так вот. Вот, вот так. Получается, что пупок это центр, центр нашего организма, центр нашего тела. И он контролирует натяжение кожи. Здесь кожа тянется вот так вот. Вниз она более дрябло тянется вот так вот. Вот здесь она не поддерживается ничем. Ее ничего на боках не держат. И поэтому она тянется не вот так вот, а не подтягивает вот так вот снизу все. Нет. Нет. Такого нет. Оно просто все обвисает вот так вот. И получается жир. Жир на животе. Вот. И это очень сложно убрать. Это можно сделать липосакцию только. Вот липосакция, она подтянет как раз вот этот жир. И сделает все вот замечательно. И еще желательно сделать коррекцию пупка и сделать его вертикальным вот таким вот. Тогда ваш жир не будет расползаться вниз. Потому что пупок это центр, он поддерживает все. Он поддерживает. Он имеет большее направление стягиваний. Здесь нет столько направлений стягиваний. Они только вниз идут. Вниз. И вот так вот еще возможно сбоку вниз. Вот так вот. К краешкам пупка. Понимаете? К краешкам пупка. А все это из-за чего? Из-за чего у нас разные пупки? Вы когда-нибудь видели косой пупок вот так вот, который расположен? Да? Нет? Может быть. Но редко. Очень редко. Это все из-за того, что акушерки. Акушерки, значит, они, когда мы рождаемся, они зажимают пупок, да, и перерезают пуповину. А потом его завязывают. Или не завязывают. Они его иногда прижигают. Вот. Но чаще всего они делают именно горизонтальный пупок. Вертикальный делают они еще реже, чем горизонтальный. Поэтому, что мы делаем, мы когда идем к акушеркам, к акушеркам, когда мы идем, надо просить, чтобы вашему ребенку сделали вертикальный пупок. Потому что иначе у него будет горизонтальный пупок и за счет этого больше отложения жира на животе. Понимаете, да? Вот. А нам это не надо. Потому что вот если женщина толстая, да, вот если вот у нее фигура не 90-60-90, да, а вот 120-180 там и еще больше вот так вот. Да, вот так вот. У нее мог быть горизонтальный пупок. Вот самые, вот ставлю, не знаю, вот трейдинг на отсечение, что раньше, вот откуда пошли вертикальные горизонтальные пупки, оттуда, когда вот акушерки перерезали пуповины именно горизонтально. Пупок же он сам не сформируется. Шрамы формируются сами, но с участием посторонних предметов. То есть если вы нанесли порез на кожу, у вас она зарубцуется, и если порез был глубоко, шрам будет выпуклый. Если не глубоко, то он будет впуклый такой. Вот у меня вот почти ничего не осталось на руках. Никаких шрамов почти, они только беленькие стали. Еще зависит от того, как было разрезано. То есть пупок еще зависит от того, выпуклый он или впуклый, именно из-за того, как резалась пуповина. Вам ее могли просто прижечь. Тогда пупок будет совсем почти не виден, такой вот маленький. Если вам завязали пуповину, то он скорее всего будет глубокий, либо очень выпуклый. Тут смотря еще как завязали. Ее могли завязать вертикально, могли завязать горизонтально, могли завязать наискосочек. Пупок это очень много-много разных вариаций. И то, как вам разрежут пуповину, завяжут ее, и как ее будут прижигать, либо не прижгут, либо она сама отвалится. Когда сама отваливается, чаще всего пупочек тоже как раз-таки незаметный такой. Он не будет глубоким. И, скорее всего, он не будет выпуклым. Вот. Поэтому тут много-очень много разных действий должно произойти, чтобы пупок получил ту или иную форму, чтобы ваш живот получил ту или иную форму. Чтобы понять, как это все происходит, вам надо прислать фото своих пупков мне в телеграм. Телеграм внизу. И обязательно спросите у матери, вам как вот пупок делали, акушерка или вы его носили, пока у вас плацента не отвалилась там отдельно. Иногда так делают, потому что матери хотят, чтобы все было естественно, не противоестественно, не противозаконно вот. Так что пишите, какой у вас пупок в комментариях, плоский или выпуклый, или он вдавленный. Какой формы у вас живот с вашим пупком. То есть вертикальный у вас пупок или горизонтальный. Обязательно пишите мне в комментариях. Тогда я буду знать, что моя теория подтверждается или не подтверждается. Но это правильная теория, потому что я очень много наблюдала за людьми, я очень много была на пляжах, очень много увидела их пупков. И чаще всего в большинстве своем 98% вертикальный пупок, это означает стройный живот, подтянутая фигура, а горизонтальный пупок, это означает, что у вас будут отложения жира на животе. Обязательно пишите, присылайте, я вам отвечу что-нибудь. Теория пупков, это правильная теория пупков, знайте это. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока!